сейчас сделаю запись экрана как пользоваться картой дип стейт как определять опасность приближения к вам гражданский в линии фронта и степень опасности по мере этой приближения от предыдущей виде все на пальца да на пальцах объяснил сейчас будет именно на карте покажу как этим пользоваться значит открываем браузер chrome или что там у вас тут уже дип стоит у не открывается ну давайте для чистоты эксперимента заново наведем то есть вы открываете браузер и набираете deep state отставить deep state map набираю предлагает вам набираю так как вы должны набирать вы впервые будете live deep state map live и нажимаем enter открылась открылась у нас видите дата внизу аннувана очень удобный ресурс то есть вот вы нашли харьков на которой идет это наступление пятый шестые сутки приехал он назад а приехал я побочаюсь конечно за то что там степаюсь по этому поводу я понимаю что раздаст гражданский там недоспеха но смотрите как это делаем я показываю то есть опасность начинается по моему мнению серьезная радикально увеличивающиеся когда до вас начинают добивать грады до 20 километров допустим вы живете на наталью жвей улице вот это крайняя улица беденькая многострадальная харькова мы берем инструмент линейку ставим ее на наталью жвей одну точку и ставим до того места где куда продвинулись россияне 23 километра с лишним почти 24 то есть грады бьют на 20 километров потенциально то есть давайте вот так раз вот смотрите как удобно 20 вот примерно с этого расстояния уже если здесь будут рады стоять они будут достреливать до наталью жвей то есть когда будут на липсах это красная линия фон если будет конечно это еще не факт что она там будет россияне да то есть с этого момента лучших жителям улицы наталью жвей давайте поменяем карту поменяем вот так неудобнее смотреть то есть вот улица наталью жвей которую развалили россияне еще в двадцать втором году своими артобстрелами тогда уже лучше вглубь харькова уезжать не обязательно уезжать не знаю в люксембург в порту алию на мальту да потом есть ну ладно перейти все равно не уезжаете вы когда 20 километров когда вы в липсах россияне что-то 8 смелый там или не знаю по каким-то причинам когда до борщевой дойдет 15 километров следующая засечная черта . бифуркация там я не знаю когда сказать ну там где уже отсюда если будет вот здесь красная линия то значит добивает до сюда уже ствольная артиллерия с 15 километров это уже гораздо хуже то есть тогда по наталью жвей если здесь будет красная черта по наталью жвей будут прилетать и рады и ствол а стволки много она дешевле ну то есть ухудшается ситуация радикально вдвое в трое в четверо дальше если приближается это вам то есть надо бы уже уйти когда будет 7 километров вот здесь черкасские тишки да вот там куда до цирку ну вот циркуны вот это место я поставил как раз где работал на модельном участке до войны 14 года до мобилизации да то есть отсюда уже добивает миномет 120 и это очень очень плохо то есть это раз в пять хуже всем 10 я не знаю но радикально все чем если до вас только рада бывает с миномет это противная такая штука которая может лупить целую ночь это не то что рада приехали пухнули разбежались на следующий день опять приехали так вот 319 отсюда уже добивает теперь тоже грузчиками рахмута господи я только не работал то есть и отсюда уже добивают 80 минометы это конечно вообще очень массово очень маневренное оружие очень очень высоко опасно здесь вам как гражданским очень не рекомендую находиться лучше давно было отсюда свалить до гражданским не военным конечно военные знают что делать это очень чем хороша эта карта вы можете смотреть динамику развития событий от хронологию нажимаете до перематывайте на 14 число перематывайте на 13 число перематывайте 12 вы видите как изменяется поле боя да вы можете поставить здесь там на пятую скорость поставить и смотреть как изменяется в автоматическом режиме это поле вы можете видеть что за последние сутки вот именно здесь не изменилась линия фронт на вовчанске как раз она изменилась да видите пошли вперед но мы говорим сейчас про харьков то есть вовчанск он там вообще от от границы с россией сколько где вовчанск вот вовчанск это удобнее на таких картах смотреть вот вовчанск до линии фронта 5 километров то есть уже сам город изначально находятся под минометным обстрелом там когда начинается движение какое-то лучше из него было уехать даже до конца войны и понимать там гораздо хуже обстановка чем харьков конечно там лучшего и так можно по всем то есть определяйте живете вы допустим делать я не знаю черкасса смело прекрасно да берем смело вы живете в смеле вы хотите узнать а насколько опасно вам жить в смеле и ставите ближайшая до вас где-то красная граница ну молдову не считаем да там такое там вот до сюда 262 километра рада не добивает то есть вот до вас там до смелы будут долетать только крылатые ракеты и там какие-то шахеды залетные это крайне малая вероятность что там кого-то из вас убьет там я не знаю больше вероятность в дтп погибнуть в мирное время понятно а вот теперь если допустим вы хотите узнать а где ближайшее опасное место для от что у нас там от энергодара про энергодар меня спрашивали когда вернемся в энергодар ну ребята ну откуда я знаю я сержант мобилизованы вы такие вещи спрашивают когда дадут оружие там когда решит главнокомандующий ну это же точно не ко мне вопрос извините я конечно хотел бы вам помочь но то есть смотрим где вот у нас ближайшая от как раз кривой рву 20 километров 20 километров это вот у нас отсюда получается никаких нет ну нового воронцовка какая-то вот ей опасно радами получать но до нее даже ближе сюда будет понимаете логику да может где бы вы ни жили как бы вы там тоже самое здесь вот в купинске полтора года уже там да там с осени до второго года синькилку ребята берут вот он купинск опять же где там промстрой вот он купинск ну допустим вот отсюда давайте посмотрим сколько у нас до поля боя ближе всего сюда до 7 километров уже очень опасно то есть промстрой 3 там долетают уже этот минометы да могут долетать ствольная долетать грады долетают бедный купинск я бы так сказал понимает одет от у нас на первое западное у меня отец в оккупации жил 10 километров ну тоже не фонтан понимаете и стволка добивает и град добивает минометы уже не добивают но все равно ковшаровка говорят запиши свои видео к ковшевому ковшевой тоже с ковшировки я на ковшировке жил она там нет смысла ладно это тема другого видео если кто-то не чувствует что он должен защищать свой дом там уже без толку да понятно вам ребята как пользоваться этой картой очень удобно замеряйте расстояние я гражданским обращаюсь замеряйте расстояние от линии фронта тип стоит очень хороший качественный сайт по лучшего я не знаю по тому как меняется граница линия фронта не паникуйте эти новости это все это фига тень блин смотрите на дип стоит очень толковый сайт все давайте свободу украина не возьмут они никакой харьков кольцо куда дойдут может дойдут до циркунов может уже не уже были до циркунов где они сейчас в аду в основном те кто были вы вспомните что в двадцать втором году они были и вот здесь под малой роганью сейчас ситуация гораздо лучше мы гораздо более вооруженные так что перебьем их не переживайте да 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 و